сегодняшний выпуск начнем с вопроса чтобы вы делали оказавшись жертвой такого пранка переходите в наш опрос будьте максимально честными и узнайте какой вариант выбрало большинство если помните это видео на нем тогда засняли первую встречу афоне с тогда еще мало известным пранкером эдвардом биллом несмотря на то что у ситуации были все предпосылки закончится рукоприкладством разрешился напряженный момент без лишней агрессии афоня хоть и был возмущен но кулаки вход пускать не стал и продолжил общение с фанатами к чему же мы вспоминаем этот инцидент спросите вы дело в том что наш сегодняшний герой попал в такую же ситуацию но выбрал менее мирный путь всем привет с вами ютубер канал на который стоит подписаться чтобы всегда знать обо всем что происходит не только на ютубе но и за его пределами так что присоединяйтесь к нашему сообществу проверяйте включен ли колокольчик и давайте начинать скорее всего организовывая фан-встречу в москве эльдар джарахов ожидал чего угодно но только не этого оказаться засыпанным с ног до головы мукой участь не из приятных и просто так блогер решил это не оставлять в пранкера сразу же полетели удары и оскорбления все происходящее было заснято на камеры а потом разлетелось по сети если хотите увидеть полное видео потасовки то переходите в наш телеграм-канал там мы публикуем эксклюзивные материалы и новости на разные темы достаточно просто перейти по ссылке в описании там же сможете увидеть весьма странный сюжет об инциденте на одном из федеральных каналов где ведущий уделил новости порядка тридцати секунд поклонники некоторые из которых несовершеннолетние поступок кумира восприняли с восторгом откуда можно было сделать такой вывод сказать сложно также как и найти логическую причину создавать этот микро сюжет не разобравшись в ситуации чем закончился конфликт осталось за кадром на самом же деле о том чем закончился конфликт блогер незамедлительно поделился с подписчиками эльдар записал несколько комментариев где рассказал почему не стал себя сдерживать и решил сразу наказать шутника с мукой моей моментальной реакции было конечно надавать потому что я не знал как вести себя в этой ситуации мука попала мне в глаза я не видел на протяжении там получаса если не больше вы засрали мне там линзы всю одежду я весь в муке до сих пор и ну это это дальше в юмор ребят и только простой парни разобрались признали вину друг перед другом и разошлись но по всей видимости если была бы возможность что-то изменить то они бы все равно сделали все то же самое еще раз на самом деле я думал после если бы человек посыпал меня не мукой а детской присыпкой я бы наверное не так обиделся но зато у эльдара и его друзей появился новый повод для шуток чуваки серьезно серьезно да это вторая часть пранка я вам всем киномью понятно пишите в комментариях кого поддерживаете в этой ситуации как вообще блогерам стоит реагировать на подобные инциденты сложно сказать однозначно но я попробую я не знаю конечно это был бы не русский youtube если бы за неделю не нашлось еще одного конфликта звучит правдеподобно я в это верю очередной видео обзор на сомнительные картины российского производства от евгения баженова как всегда возглавил тренды и собрал миллионы просмотров вот только довольными остались не все позицию bad comedy она в обзоре на временные трудности принялся жестко критиковать юра хованский который уже бывал не согласен с мнением баженова на этот раз юрий обвинил кинообзорщиков чрезмерной любви к советскому режиму который не позволяет ему объективно смотреть на вещи больше всего в новом обзоре быть комедиан мне понравилось как искренне жека не верит в то что в ссср не было инвалидов и что в артеке находился представитель кгб господа киноделы не ломайте его манями рок в совке все любили всех и это был настоящий рай на земле защищать политику кпсс в 2к 18 это как защищать крестовые походы лечись в качестве доказательств своих слов хованский приводит исторические примеры датируемые 30-ми годами прошлого века в которых описаны ужасные методы расправ над инвалидами в советских тюрьмах но по большому счету к претензиям bad комития на это имеет крайне косвенное отношение не только потому что действия происходят гораздо позже приведенных примеров а и потому что главной проблемой по итогу обзора выплывает то что сценаристы просто бесцеремонно переврали реальные факты из жизни человека для лучшей драматизации сюжета и попросту использовали тему инвалидности даже не пытаясь показать реальное положение дел это жизнь за жизнь не стыдно за жизнь то конечно не стыдно тем более в жизни по словам прототипа показанного не было фильм временные трудности в его итоговом варианте представляет собой художественный вымысел и не имеет к моей реальной истории никакого отношения сам баженов пока не реагировал на слова хованского тем не менее ответ может последовать как мы помним после критического обзора на движение вверх в твиттере разгорелся настоящий спор между ним и данилой поперечным так что подобные высказывания вряд ли пройдут незамеченными и вот тут интересно узнать ваше мнение в чем со словами хованского вы согласны или возможно его претензии вообще нельзя считать обоснованными пишите свое мнение в комментариях но не только негативные события происходят в стенах благосферы есть и хорошие новости алексей баранов он же автор одного из крупнейших стримерских каналов hard play на днях запустил благотворительный стрим в котором ему удалось собрать внушительную сумму благотворительные стримы в последнее время набирают значительную популярность и это один из тех трендов который можно поддержать обеими руками ну или как минимум пальцем вверх если согласны то ставьте свои лайки и никогда не проходите мимо когда ваш любимый блогер запускает подобное мероприятие в одном из наших прошлых выпусков мы рассказывали о рекордном благотворительном стриме во франции где удалось собрать более одного миллиона евро мы спрашивали кто из наших стримеров мог бы поучаствовать в подобном мероприятии и hard play был в топе самых упоминаемых благодаря всем неравнодушным подписчикам и коллегам по цеху hard play удалось собрать около 1 миллиона 300 тысяч рублей которые алексей передаст на лечение больного малыша уже в эти выходные кстати сам стрим длился целых 30 часов что поставило новый рекорд для парня так что остается только поздравить его с такими результатами на этой ноте пожалуй будем заканчивать наш сегодняшний выпуск обязательно поддержите его лайком если он был информативным и увидимся совсем скоро с новыми новостями с вами как всегда был проект ютубер меня зовут эрик всем пока и и Субтитры сделал DimaTorzok